Напоминаю, что у нас теперь стримы на Твиче проходят, онлайн-стримы, да, те, которые, где можно задавать вопросы в режиме онлайн и получать на них ответы, ну, по крайней мере, в рамках того, что я смогу прочесть, на что я смогу ответить. Ютуберские, я вас рад видеть, я рад, что вы смотрите это все в записи и то, что вы комментируете, в том числе и на Ютубе, я все читаю, не всегда отвечаю, но если какая-то интересная мысль, какой-то интересный вопрос возникает, я это тоже. Вижу, я это читаю, знаете, да, если что, я могу ответить. Начинается август у нас, завтра у нас матч, ну, для ютуберских это будет вчера, завтра у нас матч с Казанкой, Казанка-Шинник, я планирую на него пойти, я, судя по всему, да, там, пускают зрителей до 500 человек, поэтому проведу репортаж, как две недели назад, надеюсь, на этот раз я справлюсь со стабилизатором, будет не так сильно трястись, и, ну, точно так же побеседуем уже непосредственно у наших молодых, я думаю, что завтра сыграют Петров Бабкин, все вот эти вот, Зинович и Дрон Никитин, так что, скорее всего, завтра будет интересно, завтра день железнодорожника, тем более, еще и погуляем на празднике, вот, так что приглашаю всех завтра, в том числе, на стрим. Сегодня, ну, надеюсь, все, кто более-менее хотел прийти, уже пришел на трансляцию, поэтому давайте потихонечку-потихонечку будем начинать. Неделя складывалась довольно обыденно. После того, как нам представили на прошлых выходных Е2, и после того, как мы обыграли Арсенал со скрипом, но уверенно, начало недели не предвещало ничего такого странного и страшного, да, там появилась какая-то информация о том, что мы интересуемся Пьеро Хинкапи, парнишкой, который в 19 лет играет за сборную Эквадора, сыграл на Копа Америки и в целом очень хорошо себя зарекомендовал. Но, по большому счету, тянулись обычные серые будни, к которым мы уже в Локомотиве привыкли. В середине недели взрыв просто произошел в инфополе, сначала Нобель Рустамян, затем все остальные телеграм-каналы и телеграм-инсайдеры начали сообщать о том, что Томас Цорн начал обзванивать российские футбольные клубы для того, чтобы предлагать лидеров российского футбольного клуба «Локомотив» прямым конкурентом. Называл Нобель фамилии Баринова, Антона Мирончука, Криховика, Пабло, Живоглядова и Федора Смолова. Шесть человек. Плюс к этому добавлялись еще разные фамилии, и Мурилов назывался в их числе, и в целом потом еще Николича присоединили, что и под Николичем стул шатается. Ну, в общем, типичные такие вбросы от телеграм-каналов. Однако в эти вбросы очень легко и сразу поверилось. «Локомотив» — команда, у которой достаточно большое количество футболистов, при этом футболисты эти очень мало ликвидны. Легчайшее Березутское получается. Это вложение в абонемент на Северный Экспресс. Спасибо огромное, спасибо, Артем Брази. Спасибо большое. Нужно еще примерно 120-1200 таких донатов для того, чтобы купить абонемент в Северный Экспресс. Но в целом спасибо. Игроков много. Сколько из них можно здесь и сейчас продать, условно говоря, в Европу за цену, за которую мы продавали Алексея Мирнчука? Ни одного. И в том числе ради решения этой проблемы был подписан Ральф Рангник, который начал создавать вот этот свой спортивный отдел. Сегодня он присутствовал на матче. Поэтому, когда появилась новость о том, что Локомотив пытается куда-то пристроить футболистов, я... Ну, и когда появился список этих футболистов, высокооплачиваемых и при этом возрастных, да, старше 25 лет, да, там не было Куликова, не было Макеева, не было Рыбчинского с Сельяновым, да. Но продавать пытаются тех, кто очень много получает и при этом хоть что-то достоит, по крайней мере, на российском рынке. Я в это поверил очень легко. Ральф Рангник — это человек, который в общем и целом именно с этого и начинает, когда он приходит в футбольные клубы. И в целом это именно его политика, что играть должны молодые, то, что, да, должен быть какой-то костяк из более-менее возрастных футболистов. Это совершенно не значит то, что, например, в Red Bull Salzburg не могли купить возрастного футболиста. Нет, они их регулярно покупали, и там 28 лет, 27 лет, в общем-то, но 24-летних футболистов покупали. Вот, но в целом главное, да, что таких футболистов очень немного. К концу работы Рангника в Red Bull в 2019 году в команде Salzburg осталось 6 футболистов старше 25 лет. Да, при том, что они там растут, как ни странно, и те, кому было раньше 25, в следующем году уже 26. Они вроде как выпадают из этого списка, но вот постоянно-постоянно это обновление шло. Поверилось очень легко и сразу, однако надо понимать, что такие вот вбросы, они делаются всегда в полуправде. То есть вот выкидывает Нобель список, и там, например, три фамилии, которые абсолютно правдивые, по которым действительно Локомотив пытается каким-то образом их трудоустроить, а три фамилии просто взяты из головы, ну, потому что так гораздо хайповее. И это очень сложно опровергать, потому что ты не можешь выйти в информационное поле и сказать то, что нет, Нобель Рустамян абсолютно сказал неправду, потому что там есть футболисты, которых ты действительно хочешь пристроить. Ты не можешь сказать то, что, знаете, Нобель Рустамян сказал частичную правду, потому что ты тут же раскроешь все свои карты о том, что ты кого-то продаешь, кого-то не продаешь и все такое. Ты не можешь сказать, что да, эта информация соответствует действительности, потому что там есть футболисты типа Дмитрия Баринова, которых Локомотив продавать на самом деле не собирался. И такая вот двойственность вот этих вот вбросов постоянных, она, конечно, очень сильно нервирует. И я не буду в миллион раз говорить о том, что медиа сопровождения Локомотива, оно на нуле. Да, потрясающий, ну, классный видос, действительно классный видос ответов на вопросы детей. Я с удовольствием посмотрел, посмеялся, это было действительно сделано качественно. Действительно здорово сегодня после победы ответили на Цисковский довольно безобразный ролик с вот этой вот синей кардиограммой, которая плавно перешла впрямую. Это здорово сделано, но сопровождение деятельности Локомотива, в том числе отработка вот таких инфоповодов, она как была ниже нуля, так она остается ниже нуля. И я прекрасно понимаю, почему все это провоцирует крайне негативный фон, который складывается вокруг Локомотива. И в том числе поэтому я считаю, что очень важно, что сегодня состоялся вот этот вот матч именно таким, каким он состоялся и завершился именно так, как он завершился, да, с тяжелой борьбой, с победой, с преодолением, с тем, что Николич выходит после матча в интервью, говорит о том, что мы живы, у нас есть команда, и о том, что все ребята, которые принимали участие в этой победе, потом пошли к трибуне фанатской и поблагодарили их. Это очень круто и это очень впечатляюще. В итоге, насколько я понимаю, насколько я понимаю, из этого списка три фамилии действительно имеют под собой почву, действительно, по которым, вероятно, продажа в самое ближайшее время. Это Джегош Криховик, с которого сегодня уже не было в составе, и, соответственно, самый высокий вариант, что он покидает клуб, причем это сделает буквально там, если не завтра, то на следующей неделе. По нему сейчас отдельно поговорим. Антон Миранчук и Пабло. Это вот то, что говорят люди, которые более-менее хотя бы к нашему клубу приближены, они просто сыпят различными инсайдами направо и налево. Мне очень не нравится формулировка о том, что Локомотив распродает лидеров, и называть Антона Миранчука лидером у меня язык не поворачивается. Антон Миранчук – брат Алексея, и, соответственно, я видел его в Академии, я вел его через молодежку и так далее. Последние два года играет очень нестабильно. Я не могу назвать Антона Миранчука лидером команды. Он был лидером буквально 2-3 месяца в конце прошлого года, но это был, наверное, худший период вообще за долгое время в истории Локомотива. То есть Антон Миранчук был лидером, он забивал голы в Лиге Чемпионов и в Чемпионате России, в том числе спиналей, в основном спиналей, но так, чтобы вести игру Локомотива и делать это качественно, язык особо не поворачивается. Хороший футболист, качественный футболист, безусловно, наверняка поможет многим клубам российским, но страдать о том, что потерять Антона Миранчука и никем его не заменить, это довольно странно, потому что Локомотив спокойно играет сейчас без Антона Миранчука, он выходит на 20 минут, и вот в сегодняшнем матче в очередной раз, как и в прошлом матче, в общем-то, никакого серьезного вклада в командную игру не внес. Хотя в прошлом, да, он добавил голевую передачу с углового, но сегодня вот голевую передачу сделал, например, Даня Куликов, до этого Федор Смолов, так что, ну, вроде не такая критичная потеря. Если за него дают большое количество денег, то я прекрасно понимаю руководство в лице Ральфа Ранника, который думает о том, зачем у вас на скамейке сидит 26-летний деградирующий футболист, за которого вы сейчас можете выручить 8 миллионов евро и потратить их на молодого какого-нибудь Пьеро Хинкапи, который через... вам и сейчас поможет, и через год вырастет, а через два вы его продадите за 30 миллионов евро. Зачем вам сейчас деградирующий игрок на скамейке? Прекрасно понимаю эту логику. С Пабло немножко другая история, и она кроется в стиле, который прививает Ральф Ранник. Ральф Ранник — это изобретатель гегенпрессинга, человек, который считает то, что футбол должен проходить на половине поля соперника, то есть постоянный прессинг, постоянные перехваты мяча, не давать сопернику вообще созидать и располагаться на своей половине поля. Пабло — прекрасный центральный защитник, у меня нету к ним вообще никаких вопросов, да, то есть он ошибается, но все защитники ошибаются, все игроки ошибаются, безошибочных не существует. Но Пабло — это футболист, который играет в футбол, в который мы играли весной, когда локомотив сидит на своей половине поля, когда локомотив отбивается, когда нужно выносить мяч из штрафной, когда нужно не пустить в эту самую штрафную какого-нибудь заболотного. И не случайно сегодня Пабло вышел именно вот в тот отрезок матча, в котором локомотив сидел на своей половине поля. Об этом тоже подробнее поговорим, когда перейду к матчу, но суть вы уловили. И понять, почему тогда локомотив будет избавляться от легионера, который не подходит к футболу, который будет, под который Ральф Рангник будет собирать игроков, которого он будет требовать от Марка Николича, я прекрасно, ну, я начал понимать, да, хотя казалось бы, Пабло только что куплен за 2 миллиона евро зимой, показал отличный футбол и вошел в список 33 лучших чемпионата, и теперь от него избавляться. Но в данном случае я это тоже прекрасно могу понять. Счастлив ли я от этого? Мой внутренний болельщик говорит то, что, ну, это дичь какая-то, ну, так нельзя, потому что я уже успел полюбить Пабло. Пабло потрясающий парень, улыбчивый, и это было то, что нам нужно было весной, и, ну, весна случилась во многом, благодаря тому, что у нас появился Пабло, и не только потому, что он игрок хороший, потому что он человек хороший, и расставаться с Пабло даже после этих полугода тяжело. Расставаться с Антоном Миранчуком, да, это человек, за которым я наблюдаю последние 10 лет, это очень тяжело, это невероятно тяжело, это очень грустная история будет, когда он уйдет, не реализовавшись, да, когда Алексей Миранчук уходил, это счастливая история, я его, ну, там, конечно, со слезами на глазах, но в целом мы его провожали на повышение, в Аталанту и с надеждой на то, что все у него будет хорошо. Сейчас Антона Миранчуком, если будем провожать, то это будет Антон Миранчук, который потерял место в основе, проиграв его Рефату Жамалендинову, Дмитрию Рыбчинскому и всем остальным. То есть я не думаю, что сегодня его выпускали только на 20 минут, потому что Марка Никольчу сказали, чтобы он не играл там 90. Нет, я думаю, что Марк Никольч просто действительно так считает, что Антон Миранчук на данный момент не способен помочь команде. И я думаю, что вы, в принципе, можете согласиться в данном случае с Марком Никольчем. Антон Миранчук вышел и ничего не сделал за эти 20 минут. Другие перестроения сделали для команды гораздо больше. И третье, третье, это Джейгыш Криховик. По Джейгышу Криховику самое сложное решение. Самое-самое тяжелое, самое сложное, с которым, наверное, я так и не согласен. Не только как болельщик, но и как, ну, просто взгляд со стороны на клуб. Джейгыш Криховик – это очень важная фигура в локомотиве последних лет. Джейгыш Криховик – это человек, который в том числе в матче с Арсеналом добыл для нас эту волевую победу, добежав до уходящего мяча, за которым мало кто бы побежал. Джейгыш Криховик – это сердце и воля этого локомотива, да, потому что никогда не останавливаться, всегда есть шанс, всегда отыграемся, всегда побежим вперед. И в самых безнадежных ситуациях можно забить гол, можно добежать до мяча и исправить все, что мы накуролесили. К Джейгышу 31 год. У Джейгыша заканчивается контракт, и весной он сказал довольно яркую фразу, которую все запомнили, о том, что наш клуб любит, да, локомотив любит затягивать до конца, до последнего момента с продлением контрактов, но он не будет ждать конца. И я подозреваю, что произошло именно это, что локомотив сказал, ну, были какие-то там переговоры короткие, либо сам Криховик понял, что никакого продления контрактов с Джейгышем Криховиком не будет, потому что 31 год, когда у него заканчивается контракт, будет уже 32 года, и это уже не входит в концепцию локомотива, продлевать контракты с такими футболистами, тем более, учитывая, что получает он там 3 миллиона евро, если не больше, и в локомотиве, я думаю, что в принципе таких зарплат скоро уже не будет. Как мне кажется, не обладая никакой информацией, как мне кажется, что это стало камнем преткновения, и Джейгыш попросил не затягивать его продажу, соответственно, нашел, может быть, сам нашел, может быть, попросил кого-нибудь найти ему клуб, которым, вероятно, станет Краснодар, нам еще предстоит узнать, какова там на самом деле трансферная стоимость, сколько на самом деле, какой контракт у Криховика на сколько лет и так далее, и в Краснодар ли вообще, а то, может, он сейчас возьмет и уйдет куда-нибудь в ПСЖ. Мне кажется, это неправильно. Мне кажется, что Джейгыш Криховик, да, это человек, который, ну, с которым, во-первых, можно было бы продлить контракт, что хуже от этого локомотива точно бы не стало. Я не знаю, впишется ли он в этот рангниковский футбол, в котором все бегут атаковать, все бегут защищаться, но мне почему-то кажется, что да, впишется. Мне не кажется то, что компенсацию, которую может сейчас получить клуб за продажу Криховика, она, ну, сколько-нибудь достойно заменит непосредственно самого Джейгыша, потому что, ну, одно дело, конечно, если мы продадим сейчас Джейгыша Криховика за 10 миллионов евро, да, у меня бы, наверное, вопросов не было за год до конца контракта, продать Джейгышу куда-нибудь за 10 миллионов евро, да, окей, ладно. Я, кстати, сейчас сижу перед вами в футболке Криховика, но это невозможно. Джейгыш к нам переходил в 27 лет, или 28, сколько ему было, за 10 миллионов евро, мало кому нужным. В Европе у него не очень хорошая репутация. В Европе он там не нужен был ПСЖ, он не нужен был особенно Вестброму, и в целом никому не был нужен, нужен был Локомотиву, Локомотив его взял и не прогадал. Криховик в какой-то момент там достаточно длительно был лучшим игроком нашего чемпионата, и я был счастлив, что он наш футболист. Продать его за 10 миллионов все равно было бы невероятной удачей, но это невозможно. Год до конца контракта, 32 года, ну, 31 сейчас. Провальный чемпионат Европы, хотя, ну, там вся сборная Польши не играла хорошо, но тем не менее, провальный чемпионат Европы тоже не повышает его ценник. И все вместе вкупе дает, ну, наверное, максималку, миллионов 5, и то, если найдется какой-нибудь сумасшедший арабский клуб. Была раньше опция продавать в Китай, потому что Китай мог дать денег того же вот Фернандо в 20, сколько там, 5 лет Цорн продавал за 15 миллионов евро. Но сейчас этой опции нету. В Китае ужесточили лимит на легионеров, и там сейчас давно уже нету этих огромных зарплат и огромных покупок за кучу миллионов евро. Остается Саудовская Аравия, которая в теории денег может дать. Во-первых, вопрос, поедет ли туда сам Криховик. Во-вторых, готовы ли они платить за Криховика, который, ну, в общем-то, не является, да, там, какой-то сверхимиджевой прибылью, как часто они это делают, да, типа Хави взять и Ниесту взять на последние, там, в 38 лет. Поэтому остается продажи за более дешевые, говорят, либо полтора миллиона футбольной биги, либо три миллиона. Кто-то тоже писал такую стоимость, что там вместе с бонусами получается примерно три миллиона евро. Это на данный момент красная стоимость Криховика. Но мне кажется, что Локомотив, имея Криховика в составе, наверное, получил бы больше, чем три миллиона евро. Не знаю, в денежном ли эквиваленте, да, победными голами в Лиге Европы, за которые просто банально дают тебе денег. Но мне кажется то, что определенные вещи, которые не измеряются деньгами, Локомотив бы приобрел. Не могу для себя до конца решить. Я прекрасно понимаю, почему избавляются от футболистов 31 года на зарплате три миллиона евро. Но мне кажется, что Гжегош для Локомотива был слишком важен. Сегодня Локомотив обыграл ЦСКА без Криховика. Он это делал и год назад. Я специально посмотрел и вспомнил, что да, прошлый наш матч на веб-арене также завершился победой Локомотива и также не было в нем Гжегоша Криховика. Были другие футболисты, но в целом это был один из самых качественных матчей той весны. Это один из немногих, в которых Локомотив пробил 2хG, насколько я помню. Забили, правда, один гол, но, по крайней мере, создали чуть больше, чем на один гол. Очень много слухов выходило, очень много слухов выходило перед этим матчем о том, что Антона продают, Баринова продают, всех продают. И важно было посмотреть на стартовый состав, в котором, в общем-то, все было крайне прогнозируемо, за одним исключением, да, это вот отсутствие Гжегоша Криховик. Локомотив сейчас играет по схеме 4-2-2-2, по крайней мере, начинает с этой самой схемой. 4 защитника, и это Сильянов справа, Мурила Макеев по центру левый Рыбусь, 2 опорника Баринов и Куликов, 2 полузащитника над ними, чуть более широко располагающихся, это Рыбчинский слева, Рефат Жамалединов справа, 2 нападающих, это Камано и Федор Смолов, Федор Смолов такой брожирующий по всему полю, и, соответственно, он мог быть на фланге вместе с Сильяновым, часто его там видели, мог опускаться в глубину за мячом, ну, такой, а мог и в штрафной находиться для того, чтобы в него передачами пытались попасть. В этом, в этой расстановке очень интересно, почему выбор Николича второй раз падает на центральных защитников Мурилы и Макеев, но после того, как мы увидели первый тайм, вопросов, наверное, вообще не должно оставаться. Это два центральных защитника, которые позволяют играть в активный прессинг, в активный футбол. То, что Мурила раньше всегда выдергивался на чужую половину поля, это я вам говорил неоднократно, отмечали мы это постоянно и в товарищеских матчах, и в матчах основного состава. Мурила регулярно идет на чужую половину поля для того, чтобы перехватить мяч, для того, чтобы поддавить, для того, чтобы вернуть владение. Именно вот в начале атак соперника, когда еще соперник не расставился, когда идет первая передача куда-то вот туда, вот к центральному кругу, туда Мурила выдергивается и перехватывает мяч. Макеев сегодня показал, что он тоже может играть в эту игру. У него была достаточно тяжелая задача, он постоянно играл против Заболотного, который хоть и ну такая мемная личность, но в целом футбол играть умеет, корпус ставить умеет, и ну не самый плохой игрок на свете. И в чем радость от такого? Когда ты встречаешь Заболотного в центральном круге, да, ты ему не даешь принять мяч, это одна история, даже если он тебя продавит, дальше еще полполя, Заболотный, конечно, умеет бегать полполя, мы это помним по матчу с Тосно, но в целом это, конечно, гораздо менее опасно, чем когда ты с Заболотным борешься внутри своей штрафной площади, и если мяч удачно ему на голову отскочит, он возьмет и забьет этой своей головой. Поэтому очень здорово было встречать его вот именно там. И в целом Макеев с этой задачей справился, хотя было тяжеловато. Макеев вообще большая умница во втором тайме после замены ему пришлось играть персонально против Лашича, и замена это была как раз связана с тем, что Локомотив ушел защищаться в низкий блок, и в этом низком блоке конечно гораздо более хорошо выглядит Пабло. И абсолютно разумное решение было от Николича при счете 2-1, когда Локомотив стал защищаться внутри своей штрафной площади, когда стало много подач, когда стало именно вот такой борьбы много на подступах, он выпускает Пабло, он передвигает Макеева чуть дальше в опорную зону, Макеев привязывается, приковывается к Николе Влашичу, и с этого момента про Николу Влашича можно было забыть, ни одного опасного момента он не создал, хотя до этого за 10 минут Влашич, наверное, мог похоронить Локомотив передачами, навесами, и больше чалов, но Влашич очень много играл в подыгрыше, так что вот эта часть, она, наверное, очень ярко проявилась, и думаю, что можно и в дальнейшем ожидать в матчах, в которых Локомотив рассчитывает на то, что он будет защищаться высоко, а это, ну, я думаю, что процентов 95 матчей, ну, может быть, кроме матчей с Зенитом, будут выходить вот такие вот защитники, которые играют именно высокий прессинг, высокий футбол, собственно, первый тайм, весь первый тайм Локомотив провел на чужой половине поля, Локомотив, ЦСКА начал переходить и создавать какие-то вот позиционные атаки, быстрые, но все же позиционные атаки только начиная минута с 30, он уже успел к этому моменту забить ЦСКА, совершенно я не понимаю и отказываюсь понимать, принимать назначение Фола в той ситуации, в которой назначил Матюнин, с которого ЦСКА забил, я не понимаю, как в такой ситуации можно назначать Фол, в чем нарушение Рифата Жамалединова, я просто не понимаю, бежит Рифат, вдруг в него неожиданно влетает коленом в грудь футболист ЦСКА, падает и и Фол, и штрафной назначается, я не понимаю, я не могу этого понять, я никак, никогда этого, наверное, не приму, даже если мне какой-нибудь Карасев будет объяснять, почему это Фол, я буду не согласен с этим, и это не то, что, да, там я болельщик локомотива, да, была через, там, пять минут обратная ситуация, в которой Баринов влетает в Заболотного, тоже, да, так, очень похожая ситуация, стоит себе Заболотный, просто смотрит по сторонам, Баринов что-то там где-то в борьбе, что-то куда-то мяч выбил, влетел, подпрыгнул, влетел в стоящего Заболотного, упал, и штрафной назначается. В чем нарушение, что сделали не так футболисты, которых наградили этим нарушением, я не понимаю. Судейство Матюнина вообще было отвратительное, и крайне не хочется, чтобы такие судьи судили в Российской Премьер-лиге, когда любое касание это штрафное, а любое более-менее жесткое касание это желтая карточка, да, там, четыре желтых карточки в первом тайме, ни одна из них не была серьезно по делу, да, там, что Мухин, да, ну, жестковато сыграл в ногу, но это был фактически первый фолл Мухина, что у наших ребят ну, да, там, Баринов где-то жестко сыграл, кто-то там, Куликов мог жестко сыграть, но зачем желтые карточки в этих ситуациях давать, там точно не было ничего, никаких срывов перспективной атаки, никакого там, неразумного поведения, ничего такого не было, он зачем-то дает желтые карточки, зачем, это убивает любую интригу, любую жесткость, любую возможность там пойти в отбор, эта желтая карточка Мухину потом очень сильно аукалась, потому что он боялся в отборы эти самые вступать вам малых, это еще в прошлой осенью, нет, не осенью, малых это говорил про Куликова, но в целом весной то же самое было, что Мухин у нас часто получал желтые карточки и из-за этого, ну, соответственно, проседала его вот эта вот активность в плане фолов, в плане вгрызться в какого-нибудь игрока с мечом и не дать ему продвинуться, вот на ровном месте посадил Мухину на желтую карточку и сейчас я буду над ним стебаться, потому что Мухин провел второй плохой матч в ЦСКА, сегодня совсем плохой, сегодня его постоянно проходил Рефат Жамалединов, Рыбчинский мимо него летал пару раз и в целом зачем нужен Мухин в ЦСКА, так вопрос это без ответа, то есть человек, который просто присутствует на поле и что-то делает, я понимаю, зачем там Элизат Ахметов был, понимаю, зачем нужен был обликов на поле, вышедший Дзагоев просто на три головы выше, да, и в плане того, что он останавливал атаки, как должен был делать Мухин и начинал атаки, ну это просто небо и земля, ну понятно, да, Мухин молодой, Дзагоев в принципе один из лучших футболистов в истории российской премьер-лиги, но тем не менее, зачем нужен в ЦСКА Мухин, ответа нету, они сняли вот этот вот смешной очень в кавычках ролик перед матчем и это еще один штрих к портрету самого Мухина, который, спасибо большое за фолл, ребят, который с одной стороны, да, там пишет в инстаграме пост о том, как он любит болельщиков, как он любит клуб, как он любит всю команду, очень уважает их и в целом безмерно, единственное только руководство, дизреспект, а потом через месяц, ну через два месяца фактически снимается в провокационном ролике, когда мог бы просто сказать, нет, знаете, не время сейчас, да, на ютуб потом выложу стрим, конечно, да, на ютубе все будет, я рад, я, ну то есть, действительно, в этом, конечно, не особо приятно признаваться, но я испытал злорадство в отношении Мухина, человек, который убежал из локомотива непонятно куда, непонятно зачем, в ЦСКА, я хочу, чтобы у него ничего не получилось, чтобы другим подобным ребятам можно было бы тыкать очередной историей про то, как молодой футболист сбегает непонятно куда, непонятно зачем и проваливается там, ну по факту да, второй матч у Мухина, второй, мне очень жалко болельщиков ЦСКА, особенно болельщика под ником Шулер на Спортс.ру, который дико бомбит с перехода Мухина в ЦСКА, тех, тому, что задвинули хорошего Мородишвили из-за Мухина, я почитал бы его комментарии после сегодняшней игры, думаю, что много там будет не очень приятных слов для Макса, Локомотив ответил на гол с этого самого штрафного, которым, я не знаю, винить Гильерме или не винить, на матч ТВ, например, на матч премьеры, например, сказали тоже достаточно умную вещь о том, что одного игрока в стенке не хватило, стоял бы правее Федора Смолова еще один человек, мяч бы прилетел просто ему в голову, так, потому что мяч полетел вот по обводящей траектории, правее стенки, в угол, еще один человек и мяч бы эту стенку просто не облетел, да, ну или просто подвинуть эту стенку еще немножко правее, ну и плюс показалось то, что Гильерме как-то поздновато на удар среагировал, мяч летел достаточно долго, мяч летел не очень сильно, не пушечный удар был, в общем, показалось то, что Гильерме мог бы его взять, но команда здорово отреагировала, команда пошла вперед, ну, она и до этого контролировала, в общем-то, ситуацию на поле, стала зарабатывать угловые, угловые, два угловых у нас принесли успех в матче с Арсеналом, и очень похожий гол на гол, который забили мы ворота Арсенала, мы забили ворота ЦСКА, навес, Мурило скидывает мяч, тогда вытаскивал его из-за лицевой крыховик, здесь мяч просто попал в Смолова, который переправил его в сетку, смешно, что до этого было еще два таких же момента, оба раза мяч прилетал на голову Мурило, Мурило скидывал его на дальнюю штангу, один раз Смолов был в офсайде, не смог замкнуть, другой просто никак не дотягивался до этого мяча, но два угловых и каждый раз проходили по одной схеме, а третий в итоге стал голом, а потом Березуцкий на послематчевой пресс-конференции, флэш-интервью, говорит о том, что ЦСКА пропустил два необязательных гола, ну, если твоя команда не может среагировать на то, как соперник подает угловой и два раза их ничему не научили, они все равно на третий оставили Мурило одного и Смолова одного, ну, значит, что-то у вас как-то с разбором угловых не особо хорошо, да, при том, что Локомотив показал этот розыгрыш еще в прошлом матче. Локомотив мог забивать еще, не то, что были бы какие-то прям вот супер острые моменты, но постоянные передачи внутрь штрафной загрузы были, Камано под конец тайма попал в перекладину, второй тайм начался, в общем-то, без замен примерно так же, как и первый, ЦСКА порыпался и высокий прессинг буквально там 3-4 минуты пытался применять, но Локомотив очень легко проходил и ЦСКА вновь очень глубоко садился, в итоге был очередной угловой, который выиграл Мурило, мимо ворот ударил, ну и в конце концов Рефат Джамалидинов класснейший гол забил, очень я рад за Рефата, научился он бить точно поворотом, помните, у него была эта проблема, что моменты для удара находят здорово, а попадать поворотом не получается, вот сегодня вот это вот атака, в которой постоянный мяч отскакивает к нашим футболистам, Федор Смолов, который пяточкой прокидывает мяч мимо Максима Мухина, еще один привет Максиму, Дане Куликов, который вкладывает мяч в ногу Рефату, и Рефат с развороту попадает под дальнюю штангу, Акинфеев почти выручил, но не получилось, и 2-1 для ЦСКА на этом ситуация, при которой можно играть на своей половине поля закончилась, они стали выпускать всех сильнейших, все сильнейшие локомотив придавили буквально на 10-15 минут, очень жестко, очень сильно, в этот момент локомотив мог пропускать действительно, потому что раз за разом мы не могли подстроиться под то, где будет Алан Загоев, куда откроется Влашич и под действия нападающих, просто их стало очень много, а мы свои атаки проводить перестали. Не могу не отметить Александра Сильянова, очень много было критики по Сильянову после Суперкубка и в целом многие писали, говорили о том, что такое Сильянов, зачем нам Сильянов, футболист очень ограниченный. Сегодня Саша отработал очень круто, вот в прошлом матче Рыбчинский отрабатывал в обороне правым защитником, но больше как атакующий игрок, как человек, который доставляет мячи в чужую штрафную. В этом матче Сильянов отработал больше как защищающийся футболист и в какой-то момент против него стал играть Эджуки, смещаться в Лашич и еще кто-то там периодически помогал. И да, конечно, без косяков у Сильянова не обходилось, конечно, в каких-то моментах он просто на ровном месте терял мяч, но отрабатывал один в один его было очень тяжело пройти. Передачи с левого фланга в нашу штрафную практически не летели, хотя вот когда, например, у нас Рыбчинский или Живоглядов на поле, то передачи очень часто мимо них пролетают. Здесь же Сильянов заблокировал огромное количество этих самых подач и от Тикнезяна, и от Эджуки, и еще от кого-то, кто там потом был после того, как Тикнезян ушел. В общем, ну, очень классный. Но, наверное, больше всех. Там в итоге игрока матча дали Рифату Жамалединову, и, конечно, сложно спорить с тем, что, ну, победный гол в таком матче это очень важно. Но я, я, я бы отдал приз лучшему игроку матча Дмитрию Баринову. Вот такого Дмитрия Баринова я не видел всю весну. И это именно тот Дмитрий Баринов, которого мы любим, которого очень не хочется терять. И вот когда вся вот эта вот катавасия с Цорном и его обзлоном завертелась, ну, вот из всех, из всей вот этой шестерки я понимал то, что болезненнее всего я восприниму потерю Дмитрия Баринова. Он, конечно, весной играл ну, паршиво, что говорить. Он сам это знал о себе, он сам это видел. Он не очень хорошо играл в товарищеских матчах. Матчи с Арсеналом он уже, ну, вот что-то более-менее себя показал. Вдруг стало понятно, что, о, похоже, Дима возвращается, но сегодняшний матч это вышка. То, как он ложился под эти мячи, то, как, ну, точнее, никак не могли пройти Дмитрия Баринова. Как он постоянно тащил эти мячи вперед и отдавал точные передачи. Вот сегодня я бы отдал статуэтку Диме и его возвращению на свою настоящую форму я очень и очень рад. Вот. Ну, и, наверное, нельзя не отметить Федора Смолова, который тоже второй матч выдает на классном уровне. Если бы Федор Смолов вот так вот играл все предыдущие годы, я бы, наверное, вообще ни одного плохого слова его адрес никогда бы не говорил. Да, типа, сегодня он просто забил гол, когда в него мяч отскочил от Мурилы. Это не то, что что-то он там космическое сделал. Но польза от нахождения Федора Смолова на поле сегодня была колоссальна. Она была колоссальна в прошлом матче с Арсеналом, сегодня она была еще больше. И соперник был сложнее, и влияние качества на игру от Федора Смолова было еще больше. Можно ли это считать возрождением Федора, не знаю, но такого Федора я готов видеть и в старте, и более того, я хотел бы видеть такого Федора Смолова в старте. Собственно, после Перестроя, который сделал Николич, их было несколько. Сначала она выпустила Антона Мирончука, это не особо помогло. Мне надо восстановить хронологию, кто вместо кого выходил. Мирончук вышел вместо Рифата Жемалединова, я не особо понял эту замену, Рифат был хорош, Рифат обладает хорошей физикой, поэтому опасен даже на 90-х минутах, но вот решил выпустить на 76-й минуте Николич Мирончука вместо Рифата. Антон, к сожалению, расстроил, в нескольких эпизодах потерял мяч достаточно просто, не то, чтобы он совсем плохо играл, просто опять же, к Мирончуку достаточно большие требования, как и к Рифату Жемалединова большие требования. очень неприятные потери несколько раз совершил и, к сожалению, так и не смог что-то качественное в атаке придумать. Эта вот замена особо, наверное, никак не повлияла на игру. Замена Пабло на Камано перевернула игру полностью, то есть, вот начиная с 83-й минуты, когда у нас вышел Пабло, переместился на позицию левого центрального защитника, Мурило ушел на позицию правого центрального защитника, а Макеев поднялся вверх и стал закрывать Влашича, вот начиная с этого момента атаки ЦСКА перестали быть опасными. Они перестали входить в нашу штрафную площадь, они перестали получать эту свободу и в целом стало более-менее спокойно. Плюс на 89-й минуте вышли Живоглядов и Зелуиш, в меньшей степени конечно важен выход Живоглядова, но Зелуиш, который, во-первых, оказывается существует и не призрак и вообще-то качественный футболист позволил цепляться за мячи и там как часто бывает то, что 90 плюс минуты это самое опасное, нет, вот в данном случае после выхода Зелуиша мы наоборот стали гораздо больше на чужой половине поля проводить время, за несколько мячей зацепился, несколько мячей укрыл корпусом, там где Федор Смолов их терял, Зелуиш их сохранял и позволял команде передышку сделать. Очень качественная работа на заменах сегодня была от Марка Никольча, ему вообще за этот матч пятерка и его эмоциональное выступление после матча во флеш-интервью тоже очень и очень приятное, когда он говорит о том, что нас уже успели похоронить, но мы живы, команды у нас есть, я очень люблю этих ребят, с которыми я работаю там вот в раздевалке, это очень о многом говорит о том, что, наверное, все-таки слухом целиком и полностью верить нельзя, всегда там есть элемент того, что немножко драматизирует события, немножко пытаются вывести из себя, вывести из колеи нашу команду и, конечно, верить всему этому на слово нельзя. Робинар инсайды выкатил, почитает, только вы кидайте ссылки, я почитаю, что мне искать их сейчас, фух, поговорил, поговорил, теперь, да, спасибо, давайте почитаю, ультиматум Криховика 10 миллионов зенита за Миранчука Баринов не продается, мои лога инсайды, копнул ситуацию в локомотиве, выяснил, что из всех перечисленных кандидатов на продажу реально проданы сейчас могут быть только Криховик, Миранчук, и при хорошем предложении Живоглядов продажа Баринова исключена, так, ну даже Павло уже исключается из этого списка, Криховик, да, Миранчук, жалко, но да, Живоглядов, ну, уйдет, вообще, не вспомню о том, что такой футболист был в локомотиве, Антон Миранчук в ЦСКА не реален, а реален только в Зените, который предложил за него 10 миллионов, 8 базовая, плюс 2 бонуса за определенные показатели, мяч сейчас на его стороне, ему решать до конца окна, он хочет в Европу, адекватных предложений нету, 10 миллионов за Антона, столько же, сколько мы получили за Алексея, это потрясающая сделка, честно, честно, я не верю, что Антон будет основным в Зените, будет выходить на заменки, будет наверняка полезен, особенно, если вдруг отменят лимит, 10 миллионов за Антона, это слишком до хрена, ну, я, ну, то есть, в Европе предложения будут 4-5 миллионов в лучшем случае, у Рангника вчера были индивидуальные беседы с каждым из списка якобы на выход, с большинством, чтобы успокоить, очень позитивно получился разговор со Смолом, Федор в это окно остается, а дальше они сядут и будут решать, опять же, наверное, когда я увидел этот список, первая моя реакция, ура, Федора будут отдавать, но вот эти два матча, и то, как сейчас играет Федор за локомотив, то, как он в конце переживал за результат, да, когда вот показали вот скамейку запасных, и там Федора и Рефата на последних секундах просто трясло от этих нервов, ну, такой Федор, такого Федора я одобряю. В начале недели Рангник сказал Криховику, что его контракт 3 миллиона в год чистым плюс бонус около 4 чистыми в соответствии с новой стратегией клуба продлен не будет, и дальше ему решать, оставаться ли до конца сезона или уходить сейчас, но решать с учетом интересов клуба. Из Европы, особенно после Евро, желающих брать к Жегаша на желаемую им зарплату нет. Ну, это вот логично и то, о чем я говорил. В середине недели позвонили из Верхов Рубины и предложили обмен Криха на Макарова плюс доплата со стороны Лока. Рангник посмотрел 6-7 матча Рубина, посоветовался с ТДСК и Шварцем, согласились, но Криховик отказался ехать в Казань, только Краснодар, с которым, вопреки сообщениям, пока далеко не договорились. Быки дают 1 ля, Лока требует 5. Ну, вот 5 миллионов, да, это та самая сумма, которую я считаю максимальную, которую можно стрясти за Криховика. Локомотив, не знаю, либо Рабинер меня слушает, либо Локомотив примерно так же оценивает Криховика, как и я. Ну, то есть, 5 требуем, на 4 сторгуемся, окей. Вчера за час до тренировки Криховик заявил Никольчу, что на нее из-за всей этой ситуации не выйдет. Полчаса спустя он подтвердил это рангнику и цорно. После этого Никольч вывел его из заявки на игру. Клуб воспринял его акцию как ультиматум, как то, что поляк поставил свое эго выше интересов команды. Рангник тертый калач, его такими вещами на понт не возьмешь. Выигрыш Лока только усугубил положение игрока. Все увидели, что и топ матча можно выигрывать без него. Ну, достаточно комплиментарно Рабинер обо всем высказывается. В целом, в целом, Рабинер, прошу прощения, прошу прощения, я когда-нибудь запомнил. В целом, те же самые мысли, что у меня есть, то, как я сам эту ситуацию видел, но приятно, что есть этому подтверждение какое-то и от инсайдеров, которым не только погоня за хайпом и кликами важна, но и какие-то такие вот вещи. Я, пожалуй, все поинформативнее, господи. Экклюзивная колонка обозревателя Спортэкспресса в событиях происходящего Лока. Я думаю, что там примерно то же самое. Я сейчас ее не буду читать, естественно. Да, если там есть что-то еще важное, то просто пишите и я это обсужу. А пока переходим к вашим вопросикам. только надо понять, где эти ваши вопросики начинаются. Это я не должен вообще закрыть. Вот, начало стрима. фу. то пусто, то пусто, то густо. Но у Макеева есть очень хорошие качества, которые точно сделают его полезным в этом сезоне. Но, конечно, я думаю, что как только едва и вольется, то Мурила едва и будут играть в локомотиве основной пары центральных. Ждем, чтобы Тим поприветствовал две сотни зрителей. Нет, обойдемся. Такое набросно подумать. Тим, угадаешь, у кого из наших средняя позиция была ближе всех к чужим воротам? В прошлом матче, в прошлом матче ближе всех к чужим воротам был у нас Федор Смолов. В этом либо Федя, либо Рифаджи Малединов. За этим давайте полезем на статистические сервисы. Давайте посмотрим, как нас оценивают статистики. Это тоже очень интересно. Я даже не смотрел инстат после матча. Сразу пожрать и постримить. Это будет крайне интересно. Так, где у меня браузер? 277 инстат средний у локомотива, 258 у ЦСКА, 277 средних это на самом деле очень неплохой результат. значит много трехсоток. И вот они трехсотки. Рифаджи Малединов, 368. Один гол, два удара, 38 передач, 79, но из них пять ключевых, четыре точных. Десять всего единоборств, 60% точности. Ну, ключевые передачи инстат любят, плюс дали ему лучшего игрока матча, видимо, это тоже каким-то образом инстат индекс влияет. Рифат Малаченко. Я, конечно, очень рад за Рифата, тоже один из любимчиков. И много по нему у всех всегда вопросов было. Рифат доказывает два матча, два победных гола забил в этих двух матчах. Макеев, 315, да, прекрасный матч, 80 передач, 95% точности, практически не ошибался, но из них не было передачи, так сказать, обостряющих. 17 единоборств, хороший показатель, 65% успешных для защитника, ну, может быть, чуть ниже нужного. Мурила, одна голевая передача, два удара, четыре фола, 83 передачи, 88% точности, 18 единоборств, 44%. Мурила здесь, вот, например, показано, как человек, который проигрывал единоборство, мне вот больше Макеев запомнился в этом плане. Ну, может быть, у Мурила были единоборства в атаке, которые он проигрывал, может быть, это засчитывается. Даня Куликов, 307, тоже очень классный показатель, 16 единоборств, 25% успешности, маловато. Смолов, 292, 15 единоборств, 33% для атакующего игрока, ничего страшного, три ключевых передачи, ни одна из них не прошла, ну, и ничего страшного. Дмитрию Барину ставят 263, очень маленькая оценка, при том, что у него 80 передач с процентом 93, и это были передачи, в том числе, обостряющие, в отличие от Макеева. 15 единоборств всего, и меньше половины выигранных, ну, я не знаю, как это считается, я сегодня видел Баринова вообще везде, на каждом кусочке поля, и везде он был полезен. 26 единоборств у Рыбчинского, тоже не очень высокий процент, ну, вот по проценту у нас низко, вот, процент единоборств, 65 у Макеева, это даже один из лучших, 63 у Маца и Рыбусин, ну, и Пабло 100 выиграл, одно единоборство, и его выиграл, окей. Максим Мухин, ребят, Максим Мухин, минута памяти Максима Мухина, 13 единоборств, выиграна из них только треть, 13 передач, 13, за 69 минут Максим Мухин отдает 13 передач, из которых еще и треть неточная. Это просто кошмар. Я просто реально понимаю, как у Каней сейчас бомбит с Максима Мухина, что вот этот вот человек к ним пришел в центр поля, что-то он там делает. Так, но усредненная позиция, это у нас Хускорд. Давайте посмотрим, что у нас на Хускорде. 7,9 Федор Смолов заслуженно. Баринову 6,7 ставят, но не знаю, видимо, статистически это не так было ярко выражено, как я видел на поле. 6,2 у Рыбуси, вот за что Рыбусю 6,2 ни одной ошибки не сделал. Не особо ярок, но вот его фланг Марио Фернандеса и Федора Чалова был намертво закрыт. Ну, кроме удара одного головой Федора Чалова, наверное. 94-й. Это у нас Рыбчинский, оказывается, ближе всех к чужим воротам был. Ну, неожиданная история, конечно. Вот он должен был быть где-то вот на одной линии с Рефатом, но, видимо, из-за того, что Камано менял позицию, да, он в втором тайме перешел крайним полузащитником играть. Из-за того, что Федор играл по всей ширине поля, видимо, получилось вот так. Ну, неожиданно, да, неожиданно, конечно. 4-2-4, как сегодня пели в чате. Они играют по системе W, а нам плевать у нас 4-2-4. Прикольно, прикольно. Добрый вечер, как оценишь игру Сильянов? Очень нравится, что играет молодежь наша. Как ты думаешь, почему не выпускают ни нахво? Недостаточно сыгран или проигрывает конкуренцию? Я думаю, что Сильянов сильнее ни нахво. Вот то, что я думаю на данный момент. Я думаю, что, в принципе, очень мало игроков с российским паспортом сейчас выиграли бы конкуренцию у такого Сильянова. Плюс мотивация Сильянова на ЦСКА. Это тоже нельзя не отмечать. Это же воспитанник ЦСКА. ЦСКА, он оказался не нужен, перешел в локомотив. Я думаю, что такие вещи всегда работают. Какие позиции теперь нам нужно усилить? Наверняка нужен опорник и креативщик, способный протащить и пробить. Ну, если мы берем философию рангника, то это должны быть очень моторные футболисты. 100% это должен быть опорник, 100% должен быть центральный полузащитник. Я бы, наверное, все-таки не устану это повторять, что нужен нам нападающий, но вот такие активные бегунки, которые могут 90 минут просинговать. Нападающий защитник, если себе, полузащитник точно нужен. Он был нужен еще до момента ухода крыховика, теперь нам нужно два полузащитника. Теперь у нас будет два легионерских места на то, чтобы нормальную полузащиту устроить. Они нам нужны. Да, тоже, конечно, обманываться не стоит, то, что мы сегодня обыграли ЦСКА, что у нас всегда будет все хорошо. Нет, нам нужен центральный полузащитник, а то и два. Джейскин, каким ты желаешь видеть новый локомотив? Новый локомотив я желаю видеть таким, каким был он сегодня в первом тайме, когда 10 человек локомотива на чужой половине поля и не выпускают соперника с этой чужой половиной поля, чтобы соперник не пытался придумать, мячи перехватываются и тут же накатывается новая волна атаки. Вот таким да, я бы хотел видеть локомотив. Ла-ла-ла ое, я давно так не кайфовал от футбола, а ты? Я очень яркие эмоции сегодня испытал, но я не могу сказать, что давно, потому что много ярких матчей было этой весной и я с них тоже кайфовал, я тоже очень сильно эмоционально вовлекался в этот локомотив, в этом плане очень мало что изменилось. Ну, правда, да, предыдущий наш матч ЦСКА в рамках полуфинала кубка это же тоже был чистый кайф, просто чистый кайф, 3-0 их обыграть и с такими голами и со всем тем, что происходило в тот момент вокруг локомотива, тоже, да, сухина и вот это все, это было просто очень здорово, прям круто. Так что не могу сказать, что давно, но сегодня я получил огромный просто позитивный заряд. У бара оценка низкая, что-то странно. Привет, Тим, как же я ждал этого стрима? Пожалуйста, по полочкам. Грабит команду, РЖД списывает, как ненужный актив. Это вчера я отвечал, у нас вчера был стрим, когда мы смотрели матч Спартака. Понимаете, в чем дело? Чтобы списать локомотив, вот просто, чтобы отказаться от локомотива, нужно просто перестать давать ему 5 миллиардов в год. Все, не нужно больше ничего. Ты просто перестаешь давать ему 5 миллиардов рублей в год, и команда исчезает с поля зрения. И никто в этой России более-менее массово не скажет ничего против этого, потому что чтобы РЖД перестало тратить 5 миллиардов рублей на футбол, я думаю, все будут только рады. Вот, большая масса вот этих вот людей. Но РЖД этого по каким-то причинам не делает. Думать о том, что РЖД придумал какую-то схему о том, чтобы клуб списает, для этого оно позвало какого-то немецкого специалиста, купило едва, а сейчас продаст Криховика, а потом Антона Мирончука. Ну, это вы вообще представляете степень вовлеченности РЖД и в целом всего такого в российский футбол? Да никогда в жизни. Они решили сэкономить 5 миллиардов, они просто перестали их давать. Все. И на этом все закончилось. РЖД пытается сделать так, чтобы локомотив жил, и они хотят это делать, чтобы локомотив жил, но при этом, чтобы можно было локомотиву давать чуть меньше денег. И локомотиву сейчас уже сильно не хватает того, что дает РЖД. и поэтому они пытаются научить локомотив жить. А чтобы локомотив жил, нужно начать продавать футболистов. А чтобы начать продавать футболистов, нужно продавать не тех, кто живоглядов, да, который сидит на скамейке и не играет, ты его не продашь никогда. Ты должен продавать тех, кто действительно чего-то стоит. и нужно не бояться продавать тех, кто действительно чего-то стоит. И не думать о том, что это последний футболист, который умеет играть в футбол на этой планете. Ты продал этого, на его место пришел другой, через полгода он стал таким же, как тот, которого ты продал. Так это работает, так это должно работать. Так что, ну, я не вижу грабежа, особенно вот сейчас Робинера, когда прочитал, я точно не вижу грабежа. Это очень резкая революция, это очень резкая масштабная революция. Я в целом рад, что она в Локомотиве затеялась. Я всегда ее хотел, я думаю, что вы по моим стримам и по моим видосам всегда видели о том, что знали и видели, что я горю именно такой моделью строения клуба. Он и Рыбчинский понравились. Ну, мне в меньшей степени, наверное, Рыбчинский сегодня понравился, хотя несколько его обводок были очень классными, жалко, вот с передачами не получалось, но Бара прям хорош. Как думаешь, немцы оставят в штабе Ласькова Пашинина, когда они захотят поставить своего человека? Нужны ли они? Все зависит от того, насколько эти люди готовы впитывать идеи рангника. Если Пашинин скажет, знаете, я поработал с Юрием Семиным, этот человек меня научил футболу, вы меня ничему не научите, поэтому извините, я буду работать, как работал. Тогда от Пашинина конечно избавиться. Если Пашинин скажет, что, чуваки, все, что вы скажете, я всему научусь, всему все впитаю и буду вашим лучшим учеником, то Пашинин, может быть, станет следующим тухелем, условно говоря. Зависит только от них, как и от Николича в том числе зависит, что готовы ли они быть людьми рангника, или они уже сами все умеют и хотят быть сами собой без вот этих немецких учителей. Вот сейчас бы увидеть комментарии Плутника, бы по тому, какие процессы в клубе идут, было бы вообще шикарно. Но, к сожалению, к сожалению, увы, и ах, ждать комментариев не приходится. Уткин в своем телеграме написал, что Николич лучший матч-менеджер и тренер в РПЛ, будто твой стрим смотрел. Насколько Николича можно считать настолько крутым специалистом, того рангник должен привести на место тренера при условии увольнения Николича, чтобы этому радоваться. Николич хороший специалист. Два матча, да, я и в прошлом матче его очень сильно хвалил за то, как менялся Локомотив, как он пытался взломать Арсенал, и то, как он поменялся после матча за Суперкубок, что Николич не стал упираться в вот этот свой ромб и сделал что-то новое. Николич меня радует, Николич радует, и сегодняшнее флеш-интервью меня тоже очень сильно порадовало, плюсик ему очередной я поставил. Кого рангник должен привести? Человека, который будет побеждать. И то, если Николич побеждать не будет, а Николич вообще-то вот 15-я победа, извините. В этом году 15-я победа, напомню, 15 побед, одна ничья, одно поражение. В этом году у Марка Николича. Я не знаю, что должно произойти, чтобы взять и зачем-то Николича убрать. При том, что вот футбол, который был у Локомотива в первом тайме, я думаю, что рангника очень порадовал. Ребята, молодцы, видно было желание. Локомотив Николича мне уже начал больше нравиться, чем последний палочек. Рыху удачи, спасибо за эти три года. Есть, есть в этом правда. Есть в этом правда. Так. Ну, ради Уткина мы читали. Все хвалят Сильянова, но ведь он много ошибался в этом матче, не так много он ошибался. Ошибался, конечно, но не то, чтобы прям сильно много и как-то катастрофично. Людей без ошибок не бывает. Главное, как ты на эти ошибки реагируешь. Что там у Сильянова по оценке? 261, 56 передач, 77% точности, две ключевых, одна точная, 15 и набор, 40 выигранных. 40%. Нормально. Заново пришлось из-за тебя на Твиче реагаться. Ну, извините, прошу прощения. Был, но как ты меня вычислишь, чтобы забанить, если бы я не был. У меня камеры по всему городу расставлены. Тим, что скажешь по Краснодару? Мне кажется, что они что-то делают неправильно. 20 миллионов, непонятно за кого, крыху 3 года, 3 ляма зарплаты, финансовый фэрплей ударит по ним. Я не знаю, что происходит в Краснодаре, но то, что там происходит что-то неправильное, это я могу сказать. Ну, то есть, Краснодар не является клубом моей мечты. Когда все это зарождалось, конечно, ну, мне казалось, что да, смотрите, это клуб, который начал с низов, с академии, да, построил академию, будет сейчас базироваться на своих воспитанников. Это круто, это то, что я очень уважаю и люблю в российском футболе. Это частный клуб, человека, который любит футбол, и, соответственно, это тоже то, что я, ну, только могу приветствовать в футболе. Но потом, сколько лет проходит, сколько я слежу за Краснодаром, и я просто не понимаю, что происходит. Когда они берут Янбаева с Шишкиным, когда они меняют Уткина на Ильина, когда они покупают там футболистов за 20 миллионов евро, вот, которые играли на уровне второй Бундеслиги, я не могу этого понять, я не могу этого понять, не могу этого принять. Мне очень тяжело симпатизировать Краснодару, потому что это клуб, у которого такое количество возможностей для того, чтобы стать гегемоном российского футбола на долгие годы, и при этом настолько бездарный, управление, которое раз за разом садится в лужу и дальше, чем бронзовые медали, не заходит. Ютубу привет с победой Макеева на лавку. Зачем же? Сегодня Макеев внес очень большой вклад в то, чтобы Локомотив все-таки победил. Тим, тебя устроят замены лидером в лице Дениса Макарова? Мне не понравился. Мне не нравится Денис Макаров. Я прочитал, что Рангнику Макаров понравился. Я не могу сказать, что я большой поклонник Дениса Макарова, вот честное слово. У него классная техника, он достаточно настырный, и у него есть удар, это правда. Но вот его игровой интеллект, наверное, если Рангник его разовьет, и Рангник думает, что он спокойно разовьет игровой интеллект Дениса Макарова, то можно довериться. Но вот здесь и сейчас меня, ну, то есть, не хочу говорить, что игрок туповат, но то, что он делает на поле, меня подчас ставит в тупик. Что, зачем он делает, и почему это так плохо. Так, наши болелые, может, что-то знают по Ирой Мирончука, может, на весь матч не хватает это надолго, если и навсегда, поэтому и продают. Может быть, может быть. А может быть, они знают то, что с Мирончуком все в порядке, и он здоров, а он просто играет плохо. У Горснодара скоро будет не один из воспитанников на поле, а 10 легионеров. Да уже было, они же в Лиге Чемпионов так играли, что там из россиян на поле был только Сафонов. Со скрипом, но уверенно, кредо нашего локомотива забивает пока только Жамаледдинов и Смолов. Ну и ладно. Ну а что, кто-то против? Тим, привет. Расскажи там, что там происходит в локе, и кто такой Цорн. Фамилию его и раньше слышал, но понять не могу, откуда. Томас Цорн это юрист, как говорят сын руководителя российской премьеры Лиги Пряткина, но они не комментируют это, они скрывают, по крайней мере, но говорят, что это так. Томас Цорн был юристом, был агентом, помогал пристраивать футболистов из России в Германию, из Германии в Россию, там, например, Куранье приезжал в Россию, Погребняк уезжал из Зенитов, Штутгарт, кажется. Ну, в общем, Цорн имел отношение к этим сделкам. Затем Цорн пообщался с Федуном, Федун решил то, что было бы классно поставить юриста, агента на позицию генерального директора. Цорн год пробыл в Спартаке, продал большое количество балласта, хотя Спартак считает, что это совершенно не балласт, и на их место купил молодых, перспективных ребят, но за очень большие деньги, о чем Спартак тоже очень сильно жалеет, говорит о том, что футболисты явно этих денег не стоят. Кроме этого, привел в Спартак еще и кучу своих ребят, которые, агентом которых сам по себе и являлся, что еще больше негатив вызвало со стороны спартаковских болельщиков. Поэтому в целом отношение к Цорну в среде футбольной очень негативное, и собственно, оно таким и продолжается быть. А что происходит в Локомотиве, я рассказал. Наши фаны после игры устроили охоту на менеджмент Лока, те скрылись. Цорн Плутник Леонченко сидят на трибуне, улыбаются, общаются. Такое впечатление, что ситуация под контролем. Ничего себе, ничего себе, вот это да. Всем привет. Тем неужели за Гжежева нельзя было выручить 3 миллиона за пределами России. Игрок топовый и еще не суперстарый. Прям бомбит от краса. Лучше уж было оставить его хотя бы до зимы, а продать за один лям тогда вообще кому угодно. Он эти 3-4 ляма вполне мог бы отработать, а Марке не пришлось бы строить команду вокруг новичков или игроков среднего уровня. Проблема не в том, за сколько продает его Локомотив. Проблема в том, что Крыховик хочет зарплату не хуже, чем в Локомотиве, очевидно. А зарплата в Локомотиве у него там 3 миллиона евро. А Робинер говорит, что даже больше, что 4 миллиона евро. И, соответственно, Крыховик хочет себе контракт на 3 года с зарплатой 3-4 миллиона евро. То есть нужно найти клуб, который здесь и сейчас готов вывалить за Гжегоша Крыховика примерно 12 миллионов евро. Я думаю, что таких клубов в Европе нет. В России может быть, потому что в России Крыховика ценят. В Европе Крыховика не ценят. В Европе у Крыховика не очень высокая репутация. Если Мурила начнет попадать в створ, то Куликов возглавит топ-ассистентов в Лиге. Артем, что по трансферным слухам? Трансферных слухов немного. Есть только один Пьеро Хинкапи, про которого говорят, что сейчас им интересуется несколько клубов, включая Локомотив. Стоит он примерно 7 миллионов евро и Локомотив готов давать такие деньги. Но кроме этого есть еще Байер и Наполи. 60 минут матча с ЦСКА был тот самый гиггенпрессинг. Ну, первое его приближение. Не совсем оно, но перекрывали зоны и атаковали и не давали ЦСКА начинать атаку. Я думаю, что во многом это скорее цисковский прокол, нежели Локомотивский гиггенпрессинг. Но пытались это делать правильно. Жамалединов по ощущениям после своего возвращения принес больше пользы чем Антон. Не думаю, что стоит его удерживать. К сожалению, он не способен дорасти даже до половины уровня брата. Да, я тоже с огромным сожалением, но я не верю, что Антон Миранчук вдруг неожиданно в 26 лет резко так прибавит, что станет таким же станет такое же влияние на игру Локомотива оказывать, как делал это его брат. К 26 годам один классный сезон. Один. Один. Это очень, ну, это мало. Все остальные сезоны, ну, где-то хорошо, а где-то, ну, вроде, вроде есть такой футболист Антон Миранчук. Как ни крути, трансферная стоимость крыхи 15 миллионов, а в итоге слить за полтора, даже несмотря на год контракта, это слабое решение руководства. Ну, хорошо, трансферная стоимость крыхи 15 миллионов, а через год он уходит бесплатно. Это что, это как? Это лучше, это хуже, это... непонятно. Постоянный прессинг на половине поля соперника это очень энергоемкое занятие, у всех должно быть исключительно физическая форма, конечно, конечно. Антон вообще не понравился, любое действие мимо. Перепозируя Бубнова был как опрейсинг, за этот год крыхи мог помочь в тройку попасть. Едвай на место Сильянова или Александр будет основным? Я думаю, что все-таки Едвай будет центральным защитником вместе с Мурила, мне кажется, так, наверное, все-таки вот так вот, но может быть и не всегда, не знаю. Сложно сказать, вот здесь Едвай может играть справа, может играть слева, может играть центральным. Сильянов понравился, Рыбчинский на позиции правого защитника тоже нравится. У нас с опорниками беда. Резепов восстановил Зе, разорвем. Это, наверное, закон, большие деньги можно выручить только за тех игроков, которые самим нужны, поэтому не хочется продавать лидеров, но выбора нет. Надо просто к этому привыкнуть, у нас мы вот в локомотиве к этому не привыкли, и поэтому каждый раз, когда у нас идет продажа кого-то, кто у нас играет хорошо, у нас просто паника. Когда там, не знаю, продавали Ниаса, была паника, что все, вот мы одного форварда нашли, теперь больше никогда в жизни не найдем ничего хорошего. Алексея Мирнчука продавали, все, паника. Крыховика отдаем, все, паника. Надо просто привыкнуть к тому, что, ну да, футболисты уходят, на их место приходят другие футболисты, не менее хорошие. Кто-то остается, потому что для него локомотив это его жизнь. Кто-то уходит, ну, это нормальная футбольная жизнь, как она есть во всем мире, кроме России, почему-то. В России говорят то, что, ну нет, в России нет, в России такое невозможно, нет, нет. В России возможно, чтобы спонсор давал тебе 10 миллиардов рублей, 5 миллиардов из них растекались непонятно куда, на остальные 5 миллиардов ты живешь. Вот это вот понятно, это в России работает. А как это, типа, тебе дают 5 миллиардов и ты все эти 5 миллиардов в ход пускаешь, еще и зарабатываешь? Странно, как-то это непонятно. Не-не-не-не-не. Мне кажется, одна из причин распродажи это готовящаяся ситуация с потолком зарплат. В Лейпциге также было по ЗП. Конечно, нет, у нас не будет больших зарплат в локомотиве. Это уже было давно ясно, что мы всех людей с большими зарплатами либо переподписываем на гораздо меньшие зарплаты, либо избавляемся от них. Кто готов, милости просим. Кто не готов, на выход. Это даже не рангниковское, это просто, ну, мы просто не можем себе позволить жить под тем самым зарплатам, по которым мы жили в 2016 году. Евро уже просто не способны это выдерживать. 3 миллиона евро, которые, там, не знаю, в 2018 году ты заключал контракт, в 2021 году это уже там на 20% выше зарплата. А если ты заключал контракт, там, не знаю, с Чорлукой в 2000, когда там у нас приходил Геркус, в 2016 году, то к 2020 году эти 4 миллиона евро это уже просто какой-то космос. ну вот поэтому так. Крыховик 5 миллионов, защитник ноунейм из Брайтона 50 миллионов. Так и есть, так и есть. Очень жаль, что даже с Крыхом не попрощаемся. Ну, жалко, но если вот Робинер говорит правду, то это выбор Крыховика скорее, а не клуба. Надеюсь, на место Крыховика возьмут не хуже, моложе и дешевле. Дай бог, дай бог. Поздравляю с победой. Спасибо большое. Смолов играет хорошо, потому что не хочет, чтобы продали, а может опять контракт выбивает. Всякое, я не знаю, почему Смолов играет хорошо. Мне достаточно, что Смолов играет хорошо. И не думать об этом. Если они продают лидера, должны же купить тоже топы на его место или на другую позицию. Чурлук и Крых у нас теперь нет топов. Должны, должны, жду этого. Есть еще месяц на то, чтобы это произошло. Мы тут бомбим, что молодыш за копейки уходит и хотим, чтобы их продавали за 0,5-1 миллион, а тут Крых за 3 уходит. О какой прибыли может идти речь? Лет через 5 может начнем кого-то за 1 миллион продавать. Нет, молодые будут продаваться дороже. К слову, Рыбусил за игру ровно 0 раз. Видел, когда Стреллеров каждый, Сильянов, видимо, каждый пару раз, пару минут всплывал. Интересно, с чем это связано. Да, Рыбус вообще не ходил вперед. У Рыбуси была четкая задача стоять сзади и не давать «Лучше бы Камано отдали кому-нибудь. Нет у него будущего в нашей автобусной лиге». Ну вот Камано, да, Камано, пожалуй, единственный, кто сегодня понравился в меньшей степени. Цена за Мухина на матче была написана в районе 160 тысяч евро. Где же те 2 миллиона евро, о которых говорили? Опять смешные цифры, хоть и были прописаны отступные. Никто не знает, за какую стоимость продали Мухина. Ни матч, ни трансфермарк, ни кто угодно. 160 тысяч евро это те 15 миллионов рублей, которые были прописаны как отступные. Но Локомотив и ЦСКА заключили сделку не про отступные. Обе стороны и ЦСКА, и Локомотив это подтвердили, что футболист выкуплен не за отступные, а за трансферную стоимость. Какая она? Обе стороны не сообщают. Поэтому мы можем гадать. Это может быть 2 миллиона евро. Это может быть наоборот 1 рубль решили вот так вот. неизвестно. Но это были не отступные. Хотя, ну, во всех источниках пишут именно вот те 15 миллионов рублей, за которые Мухина можно было взять в любой момент. Может, Зену Колоху говорили поиграть, чтобы продать можно было хоть за что-то. Рифат грубо ударил грудью в колено Биелу, чуть не убил пацана. Обликов и Ахметов мертвый. Ну, Ахметов в целом, наверное, не могу сказать, что прям плохой матч провел. Обликов да, Обликов ничего не сделал. На YouTube потом выложишь стрим? Да, выложу. Понял, спасибо. От идеи параллельных стримов на YouTube отказался. Twitch на Smart TV не работает. Нет, не отказался. Ну, уже много раз говорил о том, что контракт с Twitch как минимум до конца августа. Если в августе в конце августа у меня не продлят со мной контракт на Twitch то я буду уже параллельно стримить Twitch YouTube но, скорее всего, без комментирования матчей потому что ну, а зачем буду один смотреть. Игроки сегодня играли под спидами в виде рангника на трибуне. Как считаешь, Баринов уже сейчас стал прежним до травмы. Сегодня это был уровень того Баринова, который я видел до травмы. Может ли он еще лучше узнаем, но сейчас я уже им доволен. Покупали Крыха за 18 продаем за 3. Покупали Крыха за 10 плюс еще небольшая стоимость за аренду его была. Как тебе игра Мурила? Мне очень не хочется терять. Мурила прекрасен, но у главых это шикарная сила в обороне. Ну, я правда сейчас в статистике прочел, что у него всего 44% выигранных единоборств для защитника это очень мало, но в обороне тоже не видел больших косяков. Кстати, это ЦСКА садился или Лока поднимался? Я думаю, что ЦСКА просто в первом тайме не понимал, как им выходить в атаку. Ну, то есть у них просто не было футболиста, с помощью которого в атаку можно было выйти. Как только такой футболист появился, от Загоев, как только ему появилось на кого играть в Лашич, ЦСКА стал выходить в атаку и для Локомотива стало это проблематично. Продажи Крыховика за копейки это преступление против команды. Нет, я бы не стал называть это преступлением. Я говорю о том, что скорее всего, на мой личный взгляд, Крыховик бы Локомотиву пригодился, но если это все так, как описывает Робинер, то какие вообще могут быть вопросы? Крыховик сделал свой выбор. Удачи ему. Истории Манны и Джегоша похожи, и может ли так же все закончиться для Джегоша? Манну был своеобразным человеком, да, то есть в этом плане менталитет Крыховика, наверное, гораздо более сильный, чем у Манну, и он за шкирку себя вытащит и ниже своего уровня не упадет, в то время как Манну мог спокойно просто ничем не заниматься на поле, и для него это было бы норм. В этом плане, наверное, я не жду, чтобы Джегош провалится в Краснодаре, но гарантировать то, что для Краснодара это будет какое-то суперсерьезное усиление, я тоже не могу, это, ну, хороший футболист, но будет ли он хорошим через год, например, ничего не могу сказать. Баринов шикарен был и в прошлом матче две подряд, чтобы интересно устроил Семин за Гжежева. Да, я думаю, ничего. Ну, и при Семине тоже футболисты уходили, и он очень сильно переживал, что они уходят, да, там, когда Майкон, например, уходил, помните, что Палыч очень сильно просил Майкона продлить, но Майкона не продлили, и он ушел. Ну, бывает, ничего страшного. Это судьба футбольная, ну, я говорю, если это стратегия, которая будет выполняться локомотивом неважно для каких футболистов, для Гжегаша Криховика, для Антона Мирончука, для Бориса Ротенберга, для кого угодно, что мы не подписываем возрастных футболистов на большие зарплаты, то это остается только принять, и с этой стратегией можно жить, с этой стратегией можно побеждать, безусловно. Зенит перебил предложение ЦСКА по Мирончуку. У нас теперь крайних защитников много, может чаще делать ротацию именно их, ну, я надеюсь, только у нас огромное количество правых защитников, и по-прежнему нет ни одного левого нормального, кроме Рыбуся. Вопрос в том, почему Николич 10 минут ждал и смотрел на эти разрывы, видно было, что мы вообще не успеваем. Ну, я думаю, что он сначала хотел эти разрывы зашить Антона Мирончуком, который должен был садиться глубже, чем Рефаджи Маледдинов, но Антон не справился. После этого решили тогда уже опорника из Макеева сделать, что, ну, я думаю, что если был опорник на лавке, да, его бы просто выпустили, и тогда все было бы проще и быстрее. Вот, а так, ну, это все-таки перестройка в линии обороны, в такой ситуации достаточно рискованная идея, но сработало. Если все-таки Николич уберут, могут ли убрать также Пашинина, Ласькова и так далее? Ну, я уже ответил на этот вопрос. Все зависит от них. Все. Можно просто Рейбе. Очень конструктивный профессиональный разговор состоялся с Федором Смолом. По его итогам 31-летний форвард в это трансферное окно никуда не продан не будет. Клуб в данный момент рассчитывает на него как на одного из лидеров. После закрытия окна руководство клуба снова пообщается со Смолом, и они вместе спокойно определятся по будущему. Может его отличная игра с ЦСКА, голый предголевой пас с пяткой, в том числе и результат этого хорошо сложившегося разговора с новым руководством. Ну, то же самое, фактически. Главный тренер Динамо Шварц еще консультировал Рангника по поводу Макарова. Это, кстати, очень обычная история, когда тренеры друг с другом постоянно консультируют, тот же Николич постоянно там разным футболистам оценки дает и все такое. Поэтому я думаю, что в этом плане Рангник и Шварц, которые наверняка хорошо знакомы, потому что оба немца не будут друг друга обманывать и какие-то такие странные козни строить. И это нормально. Ты по тому футболку Крыха надел, что тебе так пофиг на его уход? Нет, мне не пофиг на уход Крыха. Я еще раз говорю, мне очень жалко, что Крыховик уходит, и мне бы очень хотелось, чтобы Крыховик побыл с нами еще год, чтобы он попрощался нормально с болельщиками, как Чурлука попрощался. Это будет очень круто. Ну, я очень люблю Крыховик. Еще раз, это один из лучших легионеров в истории Локомотива, к которому не было ни одной претензии. Если все легионеры будут такими, Локомотив будет всегда в топе российского футбола. Едвай будет играть ЦЗ, он же 0 по игре головой. Если ты играешь на чужой половине поля в обороне, то тебе не нужна игра головой. Вот и все. У нас есть Мурила, чтобы верхи снимать. Ну да, я согласен, что, к сожалению, это есть минус такой у Едвая. В Зените похожая перестройка, уходят Дрюси, Азмун, Бариус, может быть. Я не знаю, что творится в Зените, Дрюси уже ушел, уйдет ли Азмун, вообще непонятно. Про Бариуса первый раз слышу. На Инстате тепловая карта есть, интересно было бы посмотреть на Бару и Мухина. Тепловая карта есть на Хускорде. Она строится из того, как, в каких точках игроки соприкасались с мечом. Учитывая, что Мухин с мечом соприкасался 23 раза, а Баринов 89 раз, то тепловая карта выглядит вот так вот. Баринов справа, Мухин слева. То есть справа я вижу тепловую карту, а слева я вижу, что кто-то чихнул на поле с синими брызгами. Ну, просто Мухина не было в этой игре. Вот в чем проблема. Мухина в этой игре не было. Это одна из тех проблем, по которым ЦСКА, в общем-то, и не мог перейти половину поля. Всех с победой. Почему все думают, что Цорн действует по своей прихоти? Почему думают, что Рагник пришел пилить бабло? Почему никто не думает, что перестройка нужна? Потому что мы топчемся на месте последние два года и обновление давно напрашивается. Тем более, было бы странно думать, что Рагник со своим именем шарлатан. Потому что люди привыкли думать, что все вокруг шарлатаны, что все вокруг пилят, что по-другому быть вообще не может. Ну, вот такая вот действительность. Все к этому привыкли. И отдельно, конечно, ну, когда говорят о том, что, ну, Локомотив убивает такие фигуры, как Ольга Смородская, Николай Наумов и так далее, я этому скорее радуюсь. Потому что, ну, видимо, происходит что-то хорошее, если вот эти специалисты не понимают, что происходит, не готовы это принимать. Артем, как ты думаешь, есть ли вариант у Мухина вернуться? Ну, для начала придется очень много извиняться, я думаю, чтобы у Мухина вернуться. Ну, так думаю, что нет. Я надеюсь, Локомотив будет в Лиге Европы так же играть, как в первых турах. Ну, с Арсеналом. Я надеюсь, что мы не будем первыми пропускать, наконец-то. Там видео в Телеге, как все руководство стоит и не общается с Николичем, а потом Плутник его не обнимает. Посмотрю потом. Были ошибки у Рыбуса, два раза проходили спокойно. В концовке, когда уже постоянные перегрузы пошли, наверное, были. Там и Марио Фернандес в итоге пробил очень опасно, один из самых, наверное, опасных ударов ЦСКА в этом матче. Как думаешь, стоит ли продавать Рыбусю, кто из команды может заменить его и на сколько процентов? Ну, я думаю, что с Рыбусем ровно та же ситуация, что и с Криховиком. Но проблема, что у Рыбуси контракт гораздо меньше, и Рыбус готов его досидеть до конца, в отличие от Криховика. Я думаю, что разница только в этом. А так, ну, конечно, да. Если есть возможность продать Рыбусю, почему бы не продать Рыбусю, если, ну, заменить Рыбусю, в общем-то, не так сложно. Левых защитников тьма тьмущая. В чатике уже видео подъехало, где Ниголич с Ранником общается, а Плутник во все 32 Венера улыбается. Вот бы еще интервьюшку какую-нибудь забабахать. Робинер просто взрывает инсайдами, Робинер просто взрывает инсайдами целый рассказ, как от лица клуба, читай на Ньюси. Обязательно почитаю. Ну, мы уже разобрали тезисы, которые у Робинера были в Телеграме. Я думаю, что, в принципе, статья Робинера это вот эти вот тезисы, а вокруг них 4 литра воды. Луису Абраму, которым якобы интересовался локомотив, внезапно стал футболистом Гранады. Ну, удачи Луису Абраму, Гранада хороший клуб для того, чтобы начать европейскую карьеру. Если, правда, Криховик отказался выходить на тренировку, то это очень непрофессионально с его стороны. Ему же просто сказали, что контракт через год не продлят. Криховик сказал, что он не будет дожидаться окончания контракта. Это его слова прямые. Это даже не то, что мы, ну, то, что нам надо обсуждать, было это на самом деле или нет. Это вот Криховик сказал впрямую, я не буду дожидаться окончания контракта. Если со мной контракт не продлевают, я ухожу. Вот так оно и происходит. Учитывая нынешнюю ситуацию с резкой продажей игроков, думаю, Лока в этом сезоне может рассчитывать только на борьбу за медали в лучшем случае. Я не думаю, что это как-то сильно изменит уровень притязания Локомотива на этот сезон. Получается так, что они хотят научить менеджеров Лока тратить меньше, но за это надо заплатить очень много. Спасибо за стрим матча и послематчевый стрим. Лока на правильном пути. Всех с победой! Спасибо огромное, Блю Черли. Тебе спасибо за донат и будем надеяться, что да, действительно Лока на правильном пути. При этом те, кто будут учиться, они легко уйдут из Локомотива. И те знания за... Спасибо большое за фолу еще. При этом те знания, кто будет учиться, они легко уйдут из Локомотива. И те знания, за которые потратят много денег на рангник и уйдут в никуда. Придет очередной успешный менеджер, уволит всю селекцию, всех молодых тренеров устроит взять и все по-новому. Выглядит так, пессимистичные реалии. Но вот это Россия, да, Россия для грустных, которые даже поверить не могут, на секундочку хотя бы представить, что когда-нибудь может быть что-нибудь хорошее. И я не могу даже людей за это ругать. Я прекрасно понимаю, откуда растут ноги у всего этого. Робинер в этом инсайде все по полочкам разложил. Если все действительно так, то к руководству ноль вопросов по происходящему. Убивается семейность и ламповость Палыча и пост Палыча и создается бездушная махина, ориентированная на цифры. Очень грустно. Так. Сегодня была семейность. Посмотри, что сказал Сильянов в перерыве матча. Федор Смолов отреагировал на разговоры о том, что он может покинуть клуб. Понятно ли мне, что происходит в команде? Мне понятно. Говорят, что я ухожу. Кто говорит? Просите. Уход Криховика еще никто не ушел. Когда Сильянов на минуте 80-е джуки догнал, проигрывая корпус, очень кайфанул. Пумпон счастлив. Почему хвалит Сильянова? Его неуверенная игра, когда мяч летит рядом с ним, а он запускает свечку или просто выбивает, меня раздражало. Сильянова хвалят, потому что он провел великолепный матч против очень сильных соперников. Дмитрий Баринов в интервью Спортэкспрессору сказал, как реагирует на новости о том, что московский клуб в ближайшее время продаст лидеров команды. Как ты воспринял новость об уходе лидеров? Тебе же самому, наверное, хочется играть с сильными. Мы сегодня играли, у нас каждый игрок на этой позиции сильный. Пишут, что уйдет 6 человек. Видите, а ушел только один. Краснодар покупает НАПА за 20 миллионов, хотят взять Криховика, но к чему все это, когда видишь пару ЦЗ Сорокин каю? Шапи вырастили. Пресс-служба потролила. Привет, Тим, очень не хочется видеть Антона в Зените. Надеюсь, все-таки будет вариант в Европе. Ну, дай бог, но Антон не наиграл на Европу. Вот в чем проблема. Антон не наиграл на Европу. Если бы Антон наиграл на Европу, он бы ушел, он бы сейчас там с братом в Аталанте играл. И все были бы счастливы, абсолютно все были бы счастливы. Я думаю, что не нашелся бы ни один человек, который бы сказал, что нет, Антона нельзя продавать. Нет, мы бы все похлопали, и это было бы трогательное событие. Но Антон не наиграл на Европу. Антон не наиграл Где сейчас Ману Фернандеш? Ну, когда я последний раз смотрел, он был в Турции. Сейчас, наверное, уже нигде не могу найти его. Кайсериспор. В прошлом сезоне толком не играл. Один с матча, 480 минут. Краснодар похож на внезапно разбогатевшего от лотереи деревенского дурачка. Крузака, золотой унитаз для статуса, наделится ганщина. Подбирать пенсионеров у топ-клубов и раздавать за копейки своих воспитанников. Стратегического мышления у Галецкого не видно. Что странно с его бэкграундом в бизнесе. Ну, вот, это как игрушка какая-то. Ну, болеть за это тяжело. У Рыбуса ведь тоже заканчивается контракт в следующем году. Но он же не взбрыкнул. Наверняка готов дорабатывать. Но это Рыбус. Он и в прошлые разы точно так же готов был его дорабатывать. И, ну, тут другая еще история. Рыбус же уже наполовину россиянин, если не больше. У него русская жена. И, скорее всего, Рыбус в России и останется после окончания контракта. А Крыховик это человек мира. Космополит. Нам, походу, лютого Крайка в атаку надо искать. Если 4-4-2 играем, ЦП и Крайнев или Напа. Так, что там у нас? Что за ссылочка? Посмотрите эту историю. Посмотреть. А, ну эту историю я видел. Да, это красиво. Спасибо большое за фоллоу, ребят. Спасибо огромное. Даже с Самедовым и Глушаковым была паника. Да, я помню, с Самедовым тоже самое. Ну, с Глушаковым, наверное, в меньшей степени. Хотя тогда, возможно, просто меньше были соцсети развиты, когда Глушаков уходил. А с Самедовым, да, с Самедовым тоже. Это наш лучший футболист. Да что мы, да как мы, да все такое. Хотя Самедову еще и не любили очень сильно. Но, да, очень многие говорили, что нельзя так. Оправданная паника. Напа так и не нашли после НИСС. Ну, тогда не нашли, но это не значит, что его нельзя не найти. Да, есть разные вещи. Нельзя найти человека, да. То есть вот нельзя продать, ну не знаю, когда у нас жесткий лимит, и ты продаешь Алексея Мирончука конкурентам. Вот так вот нельзя делать. Потому что вот найти на российском рынке аналог Алексея Мирончука невозможно. Но. Но когда мы говорим про НИСС, говорить о том, что нельзя найти такого же форварда, это дурка. Вот откровенно говоря, дурка. Потому что НИСС мы нашли просто в каком-то левом турецком клубе за 5,5 миллионов евро. Пойди еще раз в турецкий клуб и найди еще одного такого же игрока за 5,5 миллионов евро. Но тогда Котов решил сыграть в великого селекционера и привез нам Хенти за 5 миллионов. Ну, это уже вопрос Котову. Моя жизнь в Майнкрафт. По сути, так толком не нашли после ухода НИАСа. Как только компанию Крэнгнику влез Цорн. Он немец. Он обладает достаточно известной репутацией в Европе. Известно же, что Цорн организовывал товарищеские матчи для Рэдбул Лейпцига и сборы для Лейпцига. Поэтому я думаю, что они давно знакомы. Наверняка и в агентских делах мог какую-то посредническую роль играть. Как оценишь игру Рыбчинского? Ну, вот сегодня Рыбчинский, наверное, чуть меньшей степени влиял на игру, чем с Арсеналом, например. Но у него и позиция была такая непонятная в 4-2-2-2, верхний полузащитник. Но добротно, опять же, много перехватов, много обводок, я думаю, у него. Давайте опять я посмотрю, кто у нас лидер по обводкам в этом матче. По крайней мере, по данным Хускорда. Да, 2 обводки у Рыбчинского, 3 у Чалова, не помню, 3 обводок у Чалова, но они были. 2 у Рыбчинского, 1 у Смолова, 1 у Жамалединова, 1 у Сильянова, 1 у Рыбуся. Не, ну, Рыбчинский молодец, он очень старательный. У него есть умение не просто обыгрывать, да, вот как Эджуки, который обыгрывает просто так. У Рыбчинского есть умение полезно обыгрывать. Вот сегодня был момент, когда вот чуть-чуть не хватило для того, чтобы обыграть Марио Фернандеса, тогда он 1 на 1 бы вышел. Там Фернандесу скорее повезло. Но, молодец, а чё нет? Появилась инфа, что Крых пошел на конфликт с Сорным и Рагником, перед дерби отказался тренироваться. Это вкратце и без подробностей, мы уже почитали, спасибо. Смолов в интервью сказал, что ему понятно, что происходит в клубе, и он никуда не уходит. Ну, такому Смолову я рад. Если он будет так играть, если он готов играть в этот футбол еще год-два-три, пускай будет. Точно совершенно ничего не имею против такого Смолова. И этот Смолов мне нравится гораздо больше, чем весенний Смолов, который забивал голы. Пускай он даже вот забивать не будет или будет забивать, вот как сегодня, когда от него мячи отскакивают в сетку. Но он будет полезен команде. Вот такой Смолов меня радует. Забьет Каманов штук семь в Лиге Европы, вот и отдадим. Мухин ушел за пять поигранных матчей вперед. А может, Круховик ушел не за полтора ляма, а больше? Просто оформили полтора, чтобы Краснодару финансовый фэрплей вписаться? Посмотрим. В данном случае меня даже цены на самом деле вообще нисколько не... Ну, то есть вот абсолютные вот эти вот цифры, они на меня никак не влияют. Потому что это просто цифры. Ну, миллион, ну, три, ну, пять, ну, десять, ну, пятнадцать миллионов. Важно то, как локомотив будет усиливаться. Потому что мы помним, как мы усиливались во времена Кикнадзе, когда нам Кикнадзе говорил, ну, у нас три миллиона евро. Мы больше потратить не можем. А до этого он купил Живоглядова за три миллиона евро, а после этого он купил Джорджиу еще за два с половиной. И ты такой, че, у тебя три миллиона евро. А ты на пять с половиной купил двух людей, которые команде нафиг не нужны. Если мы продаем Криховика за полтора миллиона евро, но нам это никак не мешает приобрести хорошего центрального полузащитника, да мне плевать, за сколько ушел Джегош Криховик. Вот честное слово, вообще плевать. Ну, за полтора, за три или за пять. Ну, серьезно. Если это помешает, если мы продадим Криховика за полтора миллиона, и у нас придет или не придет игрок, ну, или придет, но слабого качества, и нам потом скажут, ну, у нас просто не хватает денег на чего-то более качественное, это другая история. И тогда я спрошу, а какого черта вы продаете классного Криховика за три миллиона или за полтора миллиона, покупаете какой-то мусор и говорите, что у вас денег нет. Ну, то есть вот такая логика должна быть. Давайте посмотрим, кто заменит. Давайте посмотрим, кто заменит Джегоша Криховика. И после этого будем думать, полтора миллиона, которые за него, которые мы за него якобы хотим получить, это много или мало. Было бы крайне приятно смотреть все игры чемпионата под твой комментарий. Гораздо больше удовольствия от такого просмотра. Спасибо большое. Ну, просто тоже, да, имейте в виду, что как ни крути, это работа. Да, мне надо запустить стрим, мне надо сидеть под лампой, мне надо смотреть в монитор и что-то говорить постоянно, вас развлекать. Два часа разговаривать, это не то чтобы очень простая вещь. Вот, поэтому для меня это работа. Если она будет каким-то образом хотя бы твичом оплачиваться, да, окей, вопросов нет. Если, не знаю, ко мне букмекеры придут и дадут мне контракт на много миллионов рублей, вопросов нет, я с вами спокойно посижу, я все это буду отрабатывать. Но просто так, мне тоже иногда хочется кайфануть под футбольчик. Просто посидеть, попить, что я там обычно пью, пожрать чипсы и поорать в телевизор, не думая о том, кто это слышит и кто это увидит. Тим, привет. Пропустил начало стрима, потому вопрос. Обсуждали уже объяснение Роббинера по ситуации в локомотиве. Ощущение, будто это спустил сверху сам локомотив, звучит убедительно и рационально. Здорово, если это спустил сам локомотив. Мне бы хотелось в это верить, что это спустил сам локомотив. Но, к сожалению, то, что я видел в локомотиве в последние месяцы, не говорит о том, что они могут сделать такую тонкую работу. Спустить что-то через Роббинера. Если Пабло не продают, со слов Роббинера, неужели он проигрывает конкуренцию Макееву? Ну, про Пабло и Макеева я вам уже несколько раз рассказал логику о том, что Пабло это игрок для глубинной обороны. А Макеев это игрок, который способен как челнок бегать туда-обратно, выдергиваться до чужой половины поля, играть на опережение, возвращаться обратно. Поэтому в матчах, в которых локомотив планирует сильный прессинг, сильное владение мячом, забирать мяч на чужой половине поля, будет выходить Макеев. В статье Роббинера, на удивление, мало воды, все очень четко, лаконично с цифрами. Влашич тоже из ЦСКА уходит, но тренируется и даже играет. Спокойной ночи, остальное в записи досмотрю. Спасибо, вам спасибо. Получается, Крык своей выходкой только лучше Лока делает в плане хоть какой-то выручки. Ну, опять же, ну я не думаю, что для локомотива это какая-то прям очень серьезная сумма, которую они готовы получить. Галецкий впарил Федю и Игнатьеву по 9 миллионов каждого, он почти гений. Да, да. Получается, Пряткин тоже немец? Пряткин жил какое-то время в Германии, когда он работал на КГБ, ЦРУ, вот это все. Как оценишь игру Мухина сегодня? Полный провал. Он, ну, был вот по взгляду, да, когда я смотрел матч, мне казалось, что Мухин сыграл плохо. Но потом, когда я посмотрел в цифры Мухина, это полный провал. Живой в полузащиту вышел сегодня? Да, Живоглядов выходил уже ближе к чужим воротам играть. Что-то мне подсказывает, что едва и есть замена Крыху. Да нет, нет. Во сколько начался стрим? В 22.30 ровно. В свете рассказа Робинера получается так, что снова на пождать не стоит. А жаль, снова остаемся с З. Давайте посмотрим. Ну, месяц всего остался. На самом деле, месяц это же совсем немного. Нам не надо ждать окончания этого сезона, чтобы подумать, посмотреть, куда двигается Локомотив. Вот месяц. Есть месяц. У Рангника и команды есть месяц на то, чтобы здесь и сейчас зашить те бреши, которые есть в команде. А они есть. Они есть в центре поля, они есть в атаке, они есть в определенных местах, в каких укажет Николич и Рангник. Они наверняка есть. И поэтому давайте посмотрим. Ну, месяц. Вот. Уже 1 августа. К 1 сентября все будет понятно. Ох уж эти КГБшники из ГДР. Да, ну, Пряткин там работал. Судя по всему, там он заделал себе дополнительную семью. Но об этом как бы не очень тактично распространяться, да, лезть в чужую личную жизнь точно совершенно не хочется. И точно совершенно, как мне кажется, это не имеет ровным счетом никакого отношения к оценке деятельности, что одного, что другого. Порадовал, что после того, как вышли вперед, все равно продолжили давить и еще могли забивать. И сели только через 10 минут, когда ЦСКА замены сделали и перестроились. Да, но, то есть, забили и продолжали действовать. Но это, опять же, мне кажется, что это скорее проблема ЦСКА была, которая не понимала, как, а что, а почему. Ну, не получается, ну. Иосифов уже два матча в основе Вильяреал сыграл Радует. Посмотрим, это Товарники. У нас в Товарниках тоже, вот, кто только не играл. А потом матчи чемпионата. И что у Палыча нету никаких Иосифовых, что у Николича нет никаких Иосифовых. С днем железнодорожника. Кстати, все зеленые улицы на жизнь, всем зеленые улицы на жизненном пусти. Спасибо большое. Вас тоже с днем железнодорожника. Цорн чего-то добился в Германии? Ну, Цорн в Германии был адвокатом, юристом, человеком, сопровождающим сделки. У него большое количество, ну, так, по крайней мере, со слов вот этих вот немецкой прессы, достаточно большое количество сделок, в которых он принимал участие. Да, вот, например, Турнарига из Герты, молодой защитник, который был в Олимпийской сборной Германии, с которым связан вот этот вот российский скандал, когда якобы на него игрок сборной Гондураса погнал российскую телегу. Вот Турнарига был одним из клиентов Томаса Цорна, например. И в целом таких футболистов много, но в основном, конечно, Цорн помогал, потому что он имеет, знает русский язык и много сделок сопровождал из России в Германию и из Германии в Россию. Цорн решится во второй раз сплавить Зе. Ну, как мне кажется, как мне кажется, я это уже писал, что иерархия сейчас выглядит так. Примерно на одной ступени стоит Ральф Рангник и Плутник, по той причине, что Плутник во всем слушает Ральфа Рангника, и в целом, ну, Рангник обладает примерно той же степенью влияния на клуб, как и Плутник. Если Рангник скажет, что надо сделать так, значит, надо сделать так. Вот, мне кажется. И при этом оба в общем и целом не являются сотрудниками клуба. Под ними Меркель, человек глаза и уши, что Рангника, что Плутника, и который, соответственно, занимается напрямую проведением идей, вышестоящих вниз. Под Меркелем в равной степени Цорн и Леонченко. Цорн, который выполняет те поручения, которые относятся к спортивной части, а Леонченко — те вещи, которые относятся к всей остальной, там, организационной, представительской, ну, всякие такие вещи, медиа, маркетинг и прочая хрень. Вот, мне кажется, что вот так вот эта вся иерархия выглядит. Ну, а под Леонченко там, соответственно, Кошкин и все такое. Поэтому говорить о том, что Цорн решится во второй раз плавить Зе, если ему Рангник скажет, Рангник скажет Меркелю, Меркель скажет Цорну, то Цорн просто техническое сопровождение сделки устроит. Может быть, они все там вместе посовещаются, надо или не надо, но в конце концов решение принимает точно не Цорн. Миронов в Оренбурге... Не знаю, кстати, у них должен был матч быть. Оренбург факел, они проиграли 0-2 факелу, вау, вау. Неожиданно. Миронов-Титков в старте, Миронова заменили в перерыве. Пайзулин не выходил. Блин, факелтор рвется в РПЛ, получается. Второе место, 10 очков после 4 матчей, нихрена себе. А вы говорите о Схабадзе. Кстати, Смолов в втором тайме, когда все встали, шел в прессинг и еще всех подгонял, типа, давайте прессингуйте, не стойте. Как же Рагникова гигенпрессингом заразил. Ну, правильно делал. Молодчик. Красавчик. Во всем этом прикрываю вас я. Так что, ребят, получается мы закончили? Все, я вас всех успокоил. Вы уже не так. Ну, либо Робин, Робинер, конечно, наверное, вас всех успокоил. Где Никитин? Куда-то после сборов пропал. Никитин завтра будет в Казанке против Шинника играть. Еще раз вас всех приглашаю завтра на трансляцию матча Казанка-Шинник. Я буду вещать с трибуны. Будет картинка. Наконец-то я смогу вам показывать картинку. Надеюсь разобраться со штативом, чтобы не трясло. Поэтому, ну, приходите. Это весело. Казанка, это круто. Я думаю, что всем вам полезно посмотреть на Казанку в свете того, что происходит в Локомотиве. Петров, Бабкин, Зинович, Никитин, Шарков, Петухов. Вот эти вот все ребята, я думаю, завтра сыграют. Так. На следующей неделе, на следующей неделе у нас Спартак играет с Бенфикой. И этот матч мы тоже посмотрим вместе. Обязательно, совершенно. Постараюсь найти возможность. Они дома играют, кстати, или на выезде. Спартак, Бенфика. Спартак, Спартак, Спартак. А еще завтра мы, я уже после того, как вернусь с матча Казанки, я запущу здесь стримчанский, и мы обсудим тур РПЛ уже с точки зрения того, как там сыграли Спартак, Зенит, Динамо и так далее. Так что тоже завтра большой стримерский день. В 20.00, 4 августа, я буду стримить, приходите. Будет весело. Все, а сейчас мы пойдем к Жем. Я так понимаю, что она стримит, поэтому... За кого будешь болеть матч Спартак-Бенфика? За Бенфику, конечно. Теперь пойдем к Жем, передадим ей привет, расскажем о том, как Локомотив сегодня выиграл и как она этого всего не видела. Поехали. Поехали.